Вспышка гнева Если попробовать, не злиться. Совсем, а хотя бы день. Внимание, эксперимент. Утро. Немытая посуда. Вчерашняя. А еще завтрак. Надо выложить вещи из стиралки. Поводов для злости вроде нет, но вот забыла помыть ложку. У вас тоже так бывает. Бесит. Обязательно выпить стакан прохладной воды. Когда мы пьем, у нас немножечко, мы приходим в чувство, немножечко мозг успокаивается. Вода помогла. Еду на работу. МЦК. Тут задели. Переход в метро. Огромная толпа. Спускаюсь. Это даже не передать. Все бегут. Обязательно толкнут. Слишком близко встанут. Будут чуть ли не в затылок дышать. Вроде уже привычно, но все равно раздражает. Только начало дня, и я уже, честно говоря, устала. Но ничего, сейчас буду поднимать настроение себе прыжками, например. Психологи советуют сбрасывать напряжение в прямом смысле. Трясти плечами, прыгать. Хотя на улице делать это немного неловко. Последний день разобраться с квитанциями. Иду в МФЦ. Серьезно? Как тут не злиться? Я же все спланировала. Обязательно. Хотя бы 10 раз продышать. Пауза 5 счетов. Выдох 5 счетов. Это очень хорошая техника, она немножко успокаивает ум. Призналась, продышалась, успокоилась. На сегодня осталось купить продукты. И здесь опять. Завидую девочке. Вот это самодостаточность. Как не взорваться? Я представляла, как иду домой и выписываю все, что выводит из себя. Так дома и сделала. Психолог советует писать до тех пор, пока не на что будет злиться. По сути, эксперимент провален. Не злиться не получается. Да откуда вообще берется эта злость? Мы злимся, потому что у нас возникает секундальная эмоция, с которой мы не умеем справляться. И, внимание, справляться не значит гасить ее. Злиться это нормально. Агрессия – наша защитная реакция. Молчать даже вредно. Злость будет накапливаться и работать уже против нас. В итоге подавленность, упадок сил – знакомо. Злитесь на здоровье. Только помните, не больше 12 секунд. Елизавета Никишова, Сергей Фалендыш, Павел Четверяков, Первый канал.